я хотел знаешь тебя спросить про твоего педагога консерватории московской расскажи немножко побольше про него вот он ученик щербинина я знаю вот какие-то воспоминания какими системами он пользовался что ну как вот вообще ты просто мы как-то проскочили хотелось бы по него про него поговорить побольше потому что я честно говоря очень мало информации владею именно о нем да это хороший очень вопрос я очень-то всегда ко всем своим педагогам отношусь благодарностью но если ты спросил парламент мирзовича зиналова давайте немножко про него расскажу буквально так вкратце информацию может не только тебе может я думаю что участвуют есть ребята молодые да вот у меня там учатся еще там где-то которых спрашиваешь а ты знаешь вот такого даже уже венгловского мало кто помнит молодые не знают я тебе честное слово говорю а уж таких как там момент мирзович зиналов или пол иваныч чумаков замечательный был такой тромбонист профессор московской консерватории них не знают серьезно тигры ну так вот момент мирзович это мой профессор он родился в баку такую справочку небольшую дам в 1917 году там закончил музыкальную школу музыкальное училище и три курса бакинской консерватории при этом пока вот он до 40 года 1940 года жил в баку он успел поработать два года в оперном театре и два года филармонии вот в сороковом году его призвали в красную армию симфонический оркестр москве такой был оркестр симфонический оркестр дом красной армии по-моему назывался центральный дом красной армии но там был симфонический оркестр годик он там поработал когда началась война его призвали уже в духовой образцовый показательный оркестр вот и там он в общем-то всю войну прослужил и после этого значит он демобилизовался остался в москве закончил консерваторию шербинина знаменитого профессора доучился в общем-то высшее образование получил значит успел поработать два года в оркестре кинематографии потом два года в госоркестре и в сорок девятом году он поступил большой большой театр как солист бастромбанисты в этой должности он проработал 30 лет до 79 года вот что еще сказать параллельно он занимался профессорской преподавательской деятельностью то есть он сначала преподавал училище ипполитова иванова в шестьдесят третьем году взял класс московской консерватории и до 93 года до самой своей до самого своего ухода он был преподавал московской консерватории выпустил очень много известных музыкантов я не буду называть фамилии чтобы кого-то не обидеть на что до за 30 лет в общем то конечно это и так понятно что через и пришло очень много студентов тромбонистов которые там занимали ведущие места и в оркестрах и в театрах ну вот такой был человек я не буду такая справка о нем а по личному общению с ним я могу сказать что вы очень добрый человек я к нему поступил девяностом году он уже ну такой был скажем возрастной вот но что касается каких-то таких вот ситуаций человеческом плане он конечно научил очень многому объяснял как надо себя вести как надо общаться с людьми у него был ассистент михал васильевич дирюгин тоже его ученик который того чтобы чем-то с нами занимался технологии момент мерзович занимался музыкой музыкант он был великолепно даже вот например его дружба с растроповичем мстиславом леопольдовичем да это говорит о многом то есть они очень много там десятилетий дружили то что этот бакинец и этот бакинец но я думаю что просто так такой музыкант как растропович обы с кем такое длительное время не стал бы общаться на они в общем-то всех всегда и гости и на праздники друг другу ходили и он разные истории ситуации рассказывал то есть почему интересно было а проиграл там до скольки он до 79 года вот семьдесят девятом году он закончил высоком примерно лет но учитай семнадцатом году если он родился то сколько мы было 60 22 года неплохо неплохо для того времени прямо скажем неплохо да хорошо то есть и ушел сам начал преподавать ну скажи вот он система щербинина как-то придерживался или у него было свое видение нет конечно конечно он и и нам а значит это записывал эту систему там какие-то общем эти так называемые комплексы колечки и что-то вот такое вот но если честно я никогда не мог это выдержать очень долго и если честно отлынивал от этого мне тяжело не забивался аппарат и не тяжело было играть это если честно лень я не видел смысла в этом правда понятно хорошо потому что я слышал так что вообще вот это вроде как была известная система честно говоря я кроме названия колечки ничего они не знают и так вот говорят что она вроде как и не сохранилась полностью никак никогда не была издана там все просто по каким-то ученикам находит у меня у меня остались записи записи вот в нот на нотном стадии там в тетрадках каких-то которые вот момент мерзович сам не этих рисовал писал но где-то лежат но вот честно андрей и ушло все вперед мир изменился подход к игре изменился и я думаю что наверное когда то когда ничего не было и щербинин это придумал наверно может быть это и помогало изменилось все изменилось ты в курсе то есть это конечно конечно я все понимаю естественно если теперь если тебе интересно я пороюсь и ну так для ознакомления могу прислать чтобы ты посмотрел там один разочек попытался сыграть и через кино я вот знаю так что владислав дорожкин допустим он играет эти колечки и в принципе доволен я не знаю я вот спросил у него он не так вкратце рассказал сам щербинин же достаточно прилично говорят играл для того времени то есть значит на нем как-то работало либо у него был такой легкий аппарат что ему было по барабану что играть и он только концу разыгрывался там часов через пять появлялась такая легкость и свежесть вот а просто понимаешь вообще вот сейчас такое слово сказал прилично играл для того времени я считаю что не надо сравнивать времена наш почему потому что ведь существует масса каких-то условностей до таких как ну штуки инструменты какие-то в общем-то школ ночи прогресс да то есть в свое время это был ну выдающийся тромбонист скажем так да так же как свое время был тот же вот эмори ремингтон да это царь и бог американских тромбонистов то есть свое время тоже это было все здорово у меня там школа его есть но я не знаю сейчас стоит ли это играть когда уже придумали массу вещей там например но чтобы то что есть там в этих колечках или там у ремингтона сейчас есть упражнение которые на которых ты там в разы сэкономишь время да а эффект будет такой же точно понимаешь вот где дело то только в этом до что у нас голова по-другому работать мы ритм жизни изменился мы не можем себе позволить разыгрываться полтора-два часа согласен ну да конечно по разному бывает когда есть возможность я люблю это сделать если честно позаниматься так с душой сегодня вот с утра подул четыре часа очнулся такой думаю наверное многовато без пауз ну ладно пойду домой что-то устал опять же ты подул четыре часа на что ты дул я различные песенки то что буду играет ближайшее время отрабатывал какие-то моменты вот сложно сказать чем я занимался у меня всегда такой поиск у меня есть системы определенные допустим я часто играю мариса системы они мне дают какие-то вещи которые базовые скажем так звучание там выдох все когда сейчас допустим я искал такие какие-то вещи вот у нас разговор с дорожкиным произошел не так давно там насчет кое-каких систем разыгрываний и он рассказал мне одну интересную вещь про которую мы потом с ним тоже расскажем вместе я сейчас ее пробую и мне очень понравилось я ее внедряю в себя то есть если я нахожу какую-то штуку вроде как и так все получается да ну вот нравится там все играется нормально но если я чувствую что есть способ сэкономить здоровье и силы и получить тот же самый эффект меньшим значит это то что мне надо то есть мы не молодеем я я пытаюсь какие-то вещи и обживляю и вот на это бывает надо очень много времени и ну вот этим вот примеру я понимаю в чем дело поняла в чем дело ты ты профессионал на и любой профессиональный тромбонист в общем то у него есть свои системы у него есть свои какие-то секреты хитрость он может разыграться и за 10 минут а когда у него время он позанимается подольше здесь ведь идет речь сейчас о студентах обучение когда то есть я могу рассказать что я в принципе для меня самое важное это ежедневные занятия система в занятиях понимаешь то есть чтобы не было такого что он два дня позанимался а потом три дня дурака валяя и поэтому я им говорю понимаете вот в жизни много всяких сейчас соблазнов много интересного возьмите для себя за правило но хотя бы два с половиной часа в день отдать инструменту если вы решили уже как бы сделать это своей профессией и прямо вот им говорю вот 30 минут потратьте на дыхательные упражнения на разминку 30 минут потратьте на гаммы 30 минут потратьте на этюды и один час потратьте на художественные произведения если вы это будете делать систематически каждый день ежедневно ну вот из моего опыта рост идет колоссальный хотя бы если вот это выполнять конечно когда там начинается там подготовка или конкурс или к чему-то это может меняться время и может быть в сторону увеличения где-то или когда человек уже сам понимает что ему мало этого ему надо еще где-то там поработать над чем-то подольше но вот этот минимум я считаю вот два с половиной часа для ученика ну скажем не для начинающего конечно ну для студента среднего учебного заведения это то что очень-то приведет его к росту и к успеху ну да самое главное стабильность нашем деле и подход с головой если есть система и ты ее придерживайся то это выстрелит рано или поздно и произойдет скачок потому что не бывает так что ты взял тромбон и через два месяца или три ты уже играешь так что тебе самому нравится ну бывает обычно это другим не нравится если вам нравится да вот а что касается профессионалов ну понимаешь любой профессионал он налетал к так если образно говорить необходимое количество часов да и ты уже сам знаешь где ты можешь отдохнуть где ты можешь там ну как-то сократить время занятия где-то и вообще может быть пропустить к этом несколько дней и после этого ты знаешь как восстановиться быстро понимаешь чего не знают студенты там пока они еще не налетали как я говорю количество часов согласен со мной конечно конечно совершенно согласен причем в европе был такой опрос самые ведущие скрипачи скажем мерились чем выше класс и сколько кто часов накатал там какие-то сумасшедшие как они это успевали это просто всю жизнь они занимались там там смотришь достаточно молодые люди где они берут эти часы я не понимаю то есть с тобой но сам факт что мы с тобой говорили мы с тобой говорили сегодня да вот начале начале они кидни некоторых таких вот базовых принципов игры да базовые принципы и к чему в принципе это должно в итоге привести то есть человек должен уметь распределять свои силы да и на 1 достаточно длительный период занятий то есть он должен этому учиться если например какой-то там концерт идет 20-25 минут там типа буржуа да но это же надо распределить свои силы на это правильно и этому тоже надо учиться воспитывать себе музыкальный вкус там тот же понятие о качественном звуке да это тоже все приходит только с тренировками процессе занятий и ежедневных и многочасовых скажем так так что вот так агла согласен интересно с тобой юрий николаевич андрей я знаешь буквально сейчас хочу пару минут еще занять и продолжить вот а педагога когда мы говорили я в общем то благодарен всем своим педагогам я просто хочу сейчас всех вспомнить это не займет много времени и перечислить да у кого я учился это человек который привел меня музыку я уже говорил о нем такой энтузиаст дирижер детского оркестра который который знаешь на них держалась и держится сейчас вот это духовой искусства это геннадий николаевич николаев это человек который дал мне первый тромбон руки георгий степан челферов который больше сорока лет проиграл в уральском филармоническом оркестре вот это мой учитель в училище николай алисеевич асанов выпускник московской консерватории солистом солистом он был в оркестре вероники дударовой закончил он консерваторию профессора как раз про которую говорил замечательного тромбониста павла ивановича чумакова тоже он был учеником щербинина вот ну вот и в консерватории это момент мизоев зеналов и после его смерти михаил васильевич дирюгин который взял его класс под свое крыло на это вот непосредственно тем те у кого я учился ну и не могу назвать еще не назвать еще две фамилии это конечно виктор васильевич сумеркин анатолий тихомов скобелев я мне не довелось у них учиться но я после окончания консерватории очень много общался и с тем и с другим и очень-то очень много у них взял уже как педагог то есть их советы на самом деле бесценны вот что они мне говорили как они меня напутствовали тот же анатолий тихонович приезжал часто к нам в екатеринбург и давал мастер-классы и конечно самые самые только теплые воспоминания могут быть об этих людях великих я считаю педагогах замечательных тромбонистов таких очень крепких цельных людей вот могу только спасибо сказать и что выполнили согласен надо всегда отдавать дань нашим педагогам вот ну мне было не так много как у тебя у меня был мой папа на начальном этапе потом пал францис мор мой постоянный до бога в училище и консерватории и он он много чего мне дал и самое главное что он как человек скажем так тоже с непростой судьбой у него была проблема с постановкой он срывал губы и он сделал себя сам то есть ну я не знаю как скобелев или как кто ну скажем он себе сделал все заново и он знал насколько это все непросто и старался студентов не ломать не доводить до такого состояния то есть он всегда подходил и подходит и подходил ко всем студентам индивидуально достаточно строго с кем надо ну так как как многие с кем-то попроще искал всякие возможности подхода к этому делу и на начальном этапе конечно вот допустим училищу он занимался с нами у него это было только как скажем начало педагогики и он занимался с нами приводил нас 7 утра там кто не придет там это это была такая школа реально и спасибо ему огромное за это по франц здоровья долгих лет жизни надо хороших хороших учеников вам спасибо большое потому что вот эти все понятное дело что сейчас уже какие-то вещи я пересмотрел но надо сказать так что по франц самого начала вот мы как только и начали ездить по еще региональным конкурсом это горстом челябинск уже встречались сумеркин он всегда впитывал все последние технологии то есть чтобы там держался он всегда в курсе всех событий всегда интересуются и американскими системами европейскими все берет из этого и это очень круто и вообще я так скажу что новосибирская школа она даст очень сильная у нас вот честно очень много ребят которые вышли оттуда очень приличного уровня и молодцы и работа согласен с тобой да я собира с тобой согласен замечательные тромбонисты из новосибирской там есть школа и вот когда много народу и все играют и вот это идет рост за счет того что студенты друг у друга еще тому чего учатся помимо то есть про прогресс идет не просто у одного он тянет за собой других это очень круто ну в общем да и вот и конечно вот хотелось бы сказать что ведь действительно так устроена жизнь да так устроена жизнь что следующие поколения они как правило лучше своих учителей на ученики как правило это так потому что ну что-то новое появляется как бы база которая была до всего этого ты этим всем можешь пользоваться да даже вот возьми лет 50 60 70 назад ведь тогда у музыкантов не было того они не знали то что сейчас знаем мы да согласен конечно конечно вот поэтому все вот эти наши старые прекрасные педагоги мне кажется что им надо только спасибо сказать потому что любой из них пытался вложить частичку своей души своих знаний до в нас никто никогда ничего не скрывал то есть это действительно ну великие были люди великие педагоги великие музыканты и я думаю что мы должны просто продолжать их дело на согласен как минимум и хуже быть их хочу сказать так что вот я чувствую так что они учили нас самому лучшему тому что знали они это что они они находили и то что у них работало они пытались нам передать так же как и мы самые последние фишки сам последние наработки всегда стараемся передать дальше потому что надо развивать андрей вот смотри вот ведь вот скажем так вот то что ты придумал то что ты делаешь да со своим вот этим каналом в своем своими этим со своим блогом это ведь тоже своего рода обучение для молодых потому что ты затрагиваешь такие вопросы интересные да и это в открытом доступе что это ведь и вот то есть то о чем ты говоришь что ты пытаешься посредством вот этого общения донести то что мы все знаем и это здорово да да и это здорово стараюсь это делать и спасибо всем кто мне в этом помогает тебе юра спасибо всем кто снял уже интервью со мной это было интересно и большой резонанс от этого ребята с удовольствием смотрят пишут комментарии и узнают это конечно вот честно говоря у нас такой пробел и пустота вот в русскоязычных вот этих всех ну как скажем то что мы сейчас переводим эти школы какие-то там олесь и боссфилда и прочее мы пытаемся заполнить наш наши пробелы потому что и много информации но все на английском языке и он зачастую технически даже при достаточном знании языка все равно некоторые моменты ускользают а если знаешь я что вспоминаю я вспоминаю 2009 год когда провели вот этот семинар тромбонистов москве там мы помнишь мы ездили туда и собрались ребята ребята там из казани из новосибирска из екатеринбурга но и саратова там но ну конечно санкт-петербург москва и мы так здорово тогда общались и я вот жалею что это не получила продолжение вот это и может быть как-то вот это возродить там через того же олега абрамова там как-то поговорить чтобы он это взял направил ну что вот на мой взгляд вот эти встречи встречи там пускай там раз два года там раз три года но они необходимы когда мы встречаемся общаемся что-то играем что-то рассказываем как-то вот это это вот надо надо делать я бы даже знаете что предложил понятное дело что санкт-петербург и москва это у нас такие два региона которые скажем ведущие в плане количества музыкантов и вообще всяких событий которые происходят у них конечно больше чем у нас но я бы сделал как скажем так спортивные то вот мероприятия идут каждый раз попробовать в разном городе это вот мы говорили кстати об этом санаталия тихо на чем и у него была такая идея тогда чтобы это проводить в разных городах ну естественно крупных городах где желательно есть консерватории да ну почему нет олимпиада тромбонистов ну в москве все были а вот допустим в новосибирск и самое главное это конечно нужны спонсоры потому что все равно должно быть два-три каких-то крутых солиста из-за рубежа которые приедут чтобы люди сбежались на мастер-классы примеру тот же боссов там или еще кто-то почему почему все время нужно на зарубежно смотреть я думаю что у нас сейчас столько прекрасных солистов в россии вот честное слово это просто очень очень много молодые прекрасные ребята есть согласен согласен ну всегда хорошо когда есть возможность кого-то но почему вот аркадий старков вот мы же разговариваем он уже переносит почти год из-за пандемии вот этот фестиваль и у нас все время зовет зовет давайте давайте и он опять отменяется и отменяется я думаю что сейчас когда это все дело а у тех нет можно будет сделать это опять же фестиваль в москве но смотри мы сейчас с тобой поговорили да на эту тему вот давай так пускай вот эта идея развивается пускай люди свои предложения вносят какие-то понимаешь что ну мы с тобой это видим так кто-то видит по-другому и в итоге может быть до чего-то и удастся договориться то есть это тема для обсуждения надо ну вот прекрасная идея для того чтобы закончить наше интервью мне кажется вот это было бы просто мечта если допустим раз два года или даже каждый год проводились в фестивале по разным городам центром но хотя бы вот центральные города такие как и екатеринбург новосибирск там омск астрахани я с удовольствием ростов там казани казань конечно нижний новгород нижний новгорода когда много в принципе то вот я так понимаю что вот в ульяновске тоже есть достаточно приличная школа красноярск тот же тоже есть там педагоги хорошие и вообще красная идея в общем эта тема для обсуждения пускай ребята пишут пускай свои мысли говорят да а я заключение еще раз хочу тебе сказать спасибо потому что то что ты вот это это делаешь это ну тоже вот я всегда говорю бесценно потому что вот ты представляешь какой-нибудь мальчик которому 15 16 14 лет вот это все смотрит слушает и ведь за счет этого он тоже растет думающий человек у него идет рост она что всему интересно становится поэтому все вот эти беседы о тромбонизме педагогики каких-то инструментарии потому что как мне кажется что о педагогах это же все для молодых ребят интересно конечно еще раз повторюсь они они не знают очень многого они не знают истории самое главное и вот им надо рассказывать то что вот я послушал интервью сыркином и суповом когда он с такой теплотой говорит о своих педагогах венгловском о скобелеве это здорово мне кажется что если будешь дальше беседовать должен у каждого спрашивать про чтобы вот эта история она сохранилась никуда не ушла ну конечно это мой план здорово да ну ладно ребята до новых встреч юра тебе большое спасибо очень было насыщенно сегодня интересно подписывайтесь на мой канал в ю тубе салтан тромбон там будет еще много интересных интервью кстати говоря я расширяю кругозор скоро будет интервью с тубистами с волторнистами с акса фонистами все это в принципе 1 1 параллель то что касается духовых инструментов очень много я думаю что общих нитей нас связывают и с трубачами и поэтому а я хочу сказать всем спасибо за внимание мне было безумно интересно с андреем побеседовать ну надеюсь что не слишком утомил они все было классно спасибо юра и кстати говоря у нас группе открытый рмит тромбона на который юрий николаевич тоже подписался у нас скоро выйдет новый ролик перевод я яна босфилда следующий а нет возможно сейчас уже олесе переводят вот поэтому заходите туда подписывайтесь мы там собираем какие-то средства на эти переводы но это дело очень нужно и важно для всех поэтому до новых встреч пока всем спасибо всем удачи и и Субтитры создавал DimaTorzok